Игнатий Бринфянинов Епископ Отечественник Кассета 1 Страница 98 Сказал Авва Евагрий Велико молиться без развлечения Заниматься же псалмопением без развлечения еще труднее. Он сказал, постоянно содержи в памяти предстоящую тебе кончину и суд, и сохранишь душу твою от согрешения. Ава Ивагри сказал, если впадешь в малодушие, молись. Молись же со страхом и трепетом. Молись усердно, бодренно и трезвенно. Так подобает молиться тем более, что невидимые враги наши лукавые, неусыпные в кознодействии. Они особенно часто препятствуют такому совершению молитвы. Опять сказал, если помысл богопротивный приблизится к твоему сердцу, то молитва твоя да не будет о разнообразных предметах, но извлекай слезный меч против того, кто нападет на тебя. Сказал Ава Ивагрий, начало спасения, самоукорение. Поведал Ава Ивагрий, спросил меня сосуд избранный старец Макарий Египетский, по какой причине мы, когда помним оскорбления, нанесенные нам человеками, то памятствованием этим уничтожаем крепость души. Когда же помним оскорбления, нанесенные нам бесами, то памятствованием этим охраняем наши души. Недоумевая, что отвечать, я просил у него объяснения. По той причине отвечал он, что первое противоестественно душе, а второе естественно. В самой зной полудня поведал о себе Ава Ивагрий. Пошел я к святому отцу Макарий, и, будучи истомлен зноем, попросил воды, чтобы прохладиться питьем. Но он сказал, будь доволен тенью. Многие путешественники и мореплаватели терпят жажду не менее тебя. Потом, когда я исповедовал им помыслы мои относительного воздержания, он сказал, поверь мне, сын. Целые двадцать лет я не употребил досыта ни хлеба, ни воды, ни сна. Хлеб мой ел я весом, в воду пил мерою и позволял себе немного уснуть, прислонившись к стене. Некто Евлогий, ученик патриарха блаженного Иоанна Милостива, великий подвижник, саном присвитер, постился во два дня, а иногда и по целой неделе, вкушая только хлеб и соль. И был прославляем людьми. Он пришел в Панифос к Аве Иосифу, надеясь увидеть у него подвижничество еще более строгое. Старец принял его радостно и предложил на трапезе все, что было у него. Увидя это, ученики Евлогия сказали старцу, присвитер ничего не вкушает, кроме хлеба и соли. Ну а Аве Иосиф продолжал есть молча. Евлогий провел у него три дня и не слышал, чтобы он и ученики его занимались псалмопением. Не видел, чтобы они молились, потому что подвиг их был тайный. Евлогий ушел с учениками своими, не получив пользы. По усмотрению Божьей сделался туман, они сбились с дороги и пришли опять келий старца. Встав вне, они услышали, что в келии совершается псалмопение. Постояв долго, они постучались, Авва и Иосиф принял их с любовью. По причине, зная, ученики Авва и Евлогия налили воды в чашу и подали ему пить. Вода была из реки, но с примесью морской, такую воду всегда употребляли жившие с Аввой и Иосифом. Евлогий не мог пить этой воды и спросил старца, что это значит. Старец отвечал, брат, несколько недостаточны рассудкам. Он прибавил по ошибке в речную воду морскую. Евлогий пал в ноги старца и сказал, Авва, ради Господа, открой мне тайну подвижничества вашего. Потому что, когда мы были здесь, вы не занимались псалмопением, а когда мы нечаянно возвратились к вам, то застали вас занимающимися псалмопением. Та же вода у вас прежде была хорошая, а теперь она оказалась соленая. Старец отвечал на это, сын мой. Малая чаша вина и свежая вода были поставлены ради любви. А ту воду, которую ты вкусил теперь, братья употребляют постоянно. Иноку должны всегда содержать подвиг свой в тайне, не делать на показ ничего до самой безделицы. И научил старец Евлогии рассуждению к помыслу, оттешивши от него все начинания и самолюбие человекоугодия. Евлогий сказал старцу, жительство ваше точно по Богу. Он получил большую душевную пользу. Начал с того времени вкушать, предлагая ему пищи и подвиг свой хранить в тайне. Поведали нам ученики Авы и Евлогии Скицкого. Когда старец посылал нас в Александрию продавать рукоделие, то завещевал им оставаться в этом городе не более трех дней. Если же, говорил он, вы пребудете более трех дней и впадете в какой-нибудь грех, то я не повинен в грехе вашем. Мы спросили его, почему же другие монахи, пребывая в городах и селах с мирскими людьми, не чувствуют вреда для душ своих. Старец отвержен, не лживые уста, сказал нам, поверьте мне, чадо мои, со временем принятия мною монашества я прожил в Скицу тридцать восемь лет, не выходя никуда. По истечении тридцать восьмого года пошел я с Авой и Даниилом в Александрию к патриарху Евсевию по некоторой нужде. Когда мы вошли в город, то встретили там много монахов. И отверзлись мои очи. Я увидел, что некоторых из них били вороны крыльями по лицу. Других обнимали обнаженной женщиной, шептали им на ухо. С иными играли обнаженные дети мужеского пола и мазали их смрадом. Иным подносили нюхать мясо и вино. Из этого я понял, что демоны возбуждали в уме каждого монаха брань, соответственно, той страсти, которую он одержим. По этой причине, братья, я не хочу, чтобы вы замедляли в городе и подвергались нападению таких помыслов. Правильнее же, демонов. Старый Севлогий был очень искусен в рассуждении бесовских помыслов. Он собирал ежедневно учеников своих к себе и наставлял их способу сопротивления помыслам, представляющихся уму. Он говорил, сколько страстей в душе, столько и бесов. Свидетельствует и Божественное Писание, что всякий порабощается тому, чем побеждается. Кто поработится блуду и сластям, тот отвергся Христа. Тоже тщеславие, гордость, сребролюбие и лжа. Соделывает человека, служащего этим страстям, чуждым Христа. Блаженный Севлогий повидал следующее. Видение некоторого старца. По самой же вещи ему было видение. Старец этот стоял в церкви на всемосочном бдении перед воскресным днем. Братья стояли ликами и пили псалмы Давидова. Старец увидел, что церковь исполнилась света и что ангелы Божии воспевают с братьями. Когда окончилось стеночное бдение, ангелы вышли из святого алтаря. Поставлены были перед ними корзины, как бы хрустальные, наполненные золотыми, серебряными и медными монетами, просорами, как цельными, так и раздробленными на укрухе. Также поставлен был небольшой золотой сосуд с миром и золотая кадильница с весьма благовонным фимиамом. Когда братья, прежде нежели выйти из церкви и разойтись по кельям, подходили для поклонения к честному кресту, то ангелы давали некоторым златники с изображением Господа нашего Иисуса Христа, другим серебряньки с изображением креста, иным медные монеты, иным целое просоро, иным укрухи. Одним ангелы помазывали, одних миром из золотого сосуда, других кадили кадильницей. Некоторые не получили ничего, некоторые же уходили, оставив в церкви полученное имя. Старец помолился Богу, чтобы открыто ему было значение видения, и почему дары не равны, между тем, как все вместе занимаются псовмопением и бдением. И было открыто ему, что принявшие по златнику суте, которые на среду пяток, недельные дни и двунадесятые праздники совершают бдение трезвенно с вечера до утра, принявшие серебряньки те, которые бдят с полуночи до утра, принявшие медные монеты те, которые понуждаются к псовмопению, принявшие цельные просоры, прилежать чтению книг, получили укруг и новоначальные, не вступившие еще в совершенно иноческое житие, помазанным миром, послушные во всем Отцу Своему, и вдавшие себя в услужение всем. Поты и труды их вменяются перед Богом в мира, те, которые окурены фимиамом кадила, суть вдавшаяся молве и приходящая в чувство только тогда, когда войдут в церковь. Не приняли ничего, не брегущее о своем спасении, не сопротивляющиеся скверным помыслам и не очищающие сердце от страстей, но предавшиеся серебролюбию и чревообъедению, оставившие в церкви полученные ими дары и ушедшие с пустыми руками, суть те, которые занимаются еленскими книгами, науками мира сего, предавшиеся гордости, тщеславии и человекоугодию. Пересвитер и романах о воевлогии, когда совершал святую литургию, благодать Божия столько обумала его, что он видел душевное состояние каждого, приходившего к нему. Часто, когда некоторые из монахов приступали к святому прищищению, он возбранял им, говоря, «Как дерзаете вы приступать к святыне, имея лукавые помыслы? Ты этой ночью занимался скверными помышлениями блудными, а ты помышлял, что к благодати Христовой может приступать одинаково и пребывающему в грехах, и очистившемуся от них». Иных обличал и в логе в других греховных увлечениях. «Устрашитесь на короткое время», — говорил он им от святого прищищения, «и покайтесь искренне, чтобы упрощены были вам грехи ваши, и вы соделались достойными общения с Богом. Если кто не отвергнет предварительное общение с греховными помыслами, тот не должен приступать к святым Божьим тайнам». Здесь, разумеется, соглашение с греховными помыслами, усложжение или пребывание в них произвольное, а не невольное их нашествие, которого никто избежать не может, но которому может противиться всякий. Поведал Ауаев Стафий, «Живший в мире, я никогда не вкушал пищи, прежде захождения солнца. Когда я сидел в лавке, книга не выходила из рук моих. Рабы мои продавали и принимали товар, а я непрестанно упражнялся в чтении. По средам и пятницам я раздавал милостыни нищим». Когда начинался звон, я спешил в церковь, и никто прежде меня не приходил в нее. Когда я выходил из церкви, то приглашал с собой и бывших тут убогих в дом мой, и разделяли они со мной и трапезу мою. Когда я стоял в церкви на всеночном бдении, никогда не вздремнулось мне, и признавал я себя великим подвижником. Все прославляли, почитали меня. Умер сын мой, вельможи города пришли ко мне, чтобы утешить меня, но я не мог утешиться. От великой скорби я встал в болезни, был близок к смерти. По прошествии семи месяцев едва поправился. Провел я в дому моем после этого еще четыре года, подвижался по силе моей и не прикасался к жене моей. Я жил с ней, как с духовной сестрою. Когда случалось мне видеть монаха из скита, я приглашал его в дом мой вкусить со мною хлеба. У этих монахов я расспрашивал о чудесах, совершаемых святыми старцами, и мало-помалу пришло мне желание монашества. Жену мою я вел в женский монастырь, а сам пошел в скит, кави и ианну, с которым был знаком. Он постриг меня в монашество, имел блаженный кроме меня еще двух учеников. Все, видя меня особенно усердным к церкви, отдавали мне почтение. Провел я в ските около пяти месяцев, и начал очень беспокоить меня блудный бес, принося мне воспоминания не только жены моей, но и рабынь, которых я имел в дому моем. Не было мне отдыха от брони ни на час. На святого старца я смотрел, как на дьявола, и святые слова его казались мне уязвляющими меня стрелами. Когда я стоял в церкви на обдении, то не мог открыть глаз от сна, владевавшего мною, так, что не однажды, но несколько раз я приходил в отчаяние. Борол меня и без срева объедения, борол до того, что я часто крал остатки хлеба, ел и пил тайно. Что говорить много? По мышлению мои расположили меня выйти и бежать из скита. Направиться на восток, поместиться в таком городе, в котором никто не знает меня, там предаться любодеянию или жениться. Стаясь, видя изменения в лице моем, ежедневно увещевал меня, говоря, «Сын мой, лукавые помыслы нападают на тебя и смущают душу твою, а ты не исповедуешь мне их». Но я отвечал, «Отец, у меня нет никаких помыслов, но я размышляю о грехах моих и скорблю о них». В обуревании такими скверными и лукавыми помышлениями, проведших пятнадцать месяцев. Однажды перед наступлением воскресного дня увидел я вас, Ниша, нахожусь в Александре и прихожу поклониться святому апостолу и евангелисту Марку. Вот внезапно встретило меня множество эфиопов. Они схватили меня и, окружив, разделились как бы на два лика. Они привезли черную змею, связали ею мои руки, а другую змею свернули в кольцо и возбуждали мне на шею. Еще другие змеи положили мне на плечи, а они присыпились к ушам моим. Та же змею припоясали меня змеей по чреслам моим. Потом привели женщины-эфиопляна, которых я именно некогда в дому моем, и начали они целовать меня и плевать мне в лицо. Нестерпим был для меня смрад их. Змеи начали есть ноги, мои лицо и глаза, а эфиопы, стоявшие вокруг меня, отворяли устамы и влагали в них огненной ложкой, нечто говоря, ешь и насыться. Так же они принесли чашу, говоря, подайте вина и воды, напойте его, и напоили они меня горящей смолой и смешанной с серою. После этого они начали меня бить огненными жезлами, говоря, отведем его в город Эдес и наругаемся ему так же и там. Находясь в таком бедстве, я увидел двух светоносных мужей красоты неисповедимой. Они выходили из церкви святого Марка. Эфиопы увидели их, убежали, а я начал взывать к ним, помилуйте меня. Они спросили меня, что случилось с тобою. Я отвечал, я шел в церковь поклониться и попал на разбойников. Вот вы видите, что они сделали со мною. Один из светоносных людей сказал мне на это, и хорошо сделали, с тобой следует поступить еще хуже. Но никто не может разрешить тебя от этих уз, кроме Авы и Иоанна, с которым ты живешь, и от которого ты отлучен твоим неверием. Затем светоносные эти мужи оставили меня и ушли, а я начал вопиять к ним. Заклинаю вас, единосущие троицы, помилуйте меня. Когда я кричал, таким образом пришли братья и разбудили меня. Я был облит слезами. Встав, я поспешил к преподобному старцу, припал к святым ногам его и рассказал ему по порядку все. Все, введенное мною, старец сказал мне, Ефиопы, судьбесы, змей, скверные помыслы, которых ты не исповедуешь мне. Огненная змея, брань беса блудного, жены, феоплянки, судь помышления лукавые, обольщающие вместе, губящие тебя. Снидающий тебя, змея, есть злоречие, огненная лжица, отверзавшая твои уста, судьбеса, осуждение. Сяша, которую напоили тебя, есть душевное расположение твое, происшедшее от принятых лукавых помыслов. И то отвращение, которое ты ощутил ко мне и к братью. Смолой и серой означается тот хлеб и та вода, которую ты ел и пил украдкой тайно. Знай, сын мой, что добродетели, которые ты совершал в мире, смешны были с возношением и гордостью. Твои бдения, твое пощение, твое неупустительственное хождение в церковь, милостыни, которые ты раздавал, все это делалось под влиянием похвалы человеческой. По этой причине идеал тогда не хотел нападать на тебя. Ныне же увидев, что ты вооружился на нем, и он восстал на тебя. На будущее время завещеваю тебе, сын мой, когда усмотришь в себе смущение и бурю от лукавых помыслов. «Скажи об этом мне, отцу твоему или братья, которые живут с тобою, и уповай на Бога, что помогу тебе, как помог многим». Сделав мне это наставление, старец отпустил меня в мою келью. «С этого времени я начал открывать мои помышления и уже пребывал во всяком покое». Добродетели монахов и подвиги их отличаются решительной чертой от подвигов и добродетелей мирян. Говорит святой Иоанн, карпофийский монаху, «Никак не позволь себе признать более блаженным мирянина, нежели инока, мирянина, имеющего жену и детей и утешающегося тем, что он благотворит многим и подает обильные милостыни, не подвергаясь никаким искушениям от бесов. Не признай себя, монах, меньшим такого мирянина в благоугождении Богу. Говорю это не потому, чтобы ты жил непорочно, неся на себе труды ношенческого подвига, но если ты и очень грешен, скорбь души твоей, твое злострадание далеко честнее перед Богом, возвышеннейший добродетелей мирянина. Твоя великая печаль, твое покаяние, твои воздыхания, сетывания, слезы, мучительства совести, недоумение помысла, самоосуждение, рыдание, плач, ума, плачевный вопль сердца, сокрушение, смущение, окоявание и уничижение себя, все это и прочее тому подобное, постигающее тех, которые ввергаются в железную печь искушений, далеко честнее и благоприятнее Богу, нежели благоугождение мирянина. Подвиг велиносчески основывается на истинном смирении, соединенном, естественно, с отвержением своего «я», причем возвеличивается перед человеком Бог, и вся надежда спасения возлагается на Бога. Напротив того, подвиг мирянина, состоящий из внешних дел, естественно, растит свое «я» и умоляет перед человеком Бога. По этой причине видим, что многие великие грешники, вступив в монашество, соделались с великими святыми, а знаменитые подвижники мира, вступив в монашество, оказали самые умеренные преуспеяния, а некоторые и расстроились. «Надлежит исследовать, говорит святой Ян Листочник, почему миряне, которые проводят жизнь в бдениях, в посте, в подвижничестве, перешедших жизни монашеской, в это поприще душевных опытов, удаленное от человеков, оставляют свое прежнее подвижничество, распленное и притворное. Я видел многие различного рода древа, как бы гноем из помойной, древа добродетели, насажденные мирянами, напаяемые тщеславием, как бы гноем из помойной ямы. При уходе за ними являтельство, совершение дел на показ или открытое перед человеками, при уточнении земли около их похвалами, эти древа, будучи пересажены на землю пустынные, непосещаемые мирскими, не имеющие смрадной воды тщеславия, немедленно посохли. Воспитанным в неге древам не свойственно расти и приносить плод на жесткой почве иночества. В Константинополе жили два родные брата, они были весьма набожные и постились много. Один из них пошел в Раифу, отвергся мира и принял монашество. В прошествии некоторого времени брат его мирянин захотел посетить монаха. Он пришел в Раифу и пробыл с монахом некоторое время, заметив, что монах вкушает в девятом часу, третьем по полудни. Он соблазнился и сказал ему, брат, когда ты жил в миру, то не позволял тебе вкушать прежде солнечного захождения. Монах отвечал, когда я жил в миру, то питался тщеславием, слыша похвалы от человеков. Они облегчали для меня тягость подвига постного. Сказал Ава Евпрений, наименованием Плотского обозначается все вещественное. Любящее вещество любит преткновение и скорби. Если нам случится утратить что-либо вещественное, утрату должно принимать с радостью и исповедовать, что она избавила нас от попечения. Брат просил наставления у Авы Евпрения, как ему жить? Старец отвечал, ешь траву, в траву одевайся, в траве спи сердце, стяжи железное. Он говорил, святой Давид молился на всякое время непрестанно, молился в полность перед рассветом, молился на рассвете, молился утром, в полдень и вечером. Потому-то и сказал он, седьмирицей днем хвалил тебя. Он говорил, скудость в брашнах, страх Божий, плач и смирение да пребывают с тобою. Он говорил, знаешь, что Бог верен и всемогущ, веруй в Него и будешь причастником блага Его. Если же ты унываешь и ты бываешь в бездействии, то и не веруешь. Все мы веруем, что Бог всесилен, веруем, что все возможно для Него, но ты и вей веру свою в Него и делами, и Он сотворит в тебе чудеса. Брат, спаси лаву и вприня, как приходит страх Божий в душу? Старец отвечал, если человек будет смиряться, нестижательствовать, если воздержаться от осуждения, то придет к нему страх Божий. Однажды обоградовали лаву и вприня, он помогал ворам выносить из кель находившиеся в ней. Воры вынесли все и забрав вынесенные пошли. Только жезл старца остался в келье. Старец, увидевший это, опечалился. Взяв жезл, он пошел за ворами и отдавал им жезлу. Но они не хотели принять его по подозрению какого-нибудь умысла против них в действии старца. Старец, встретившись с некоторыми людьми, шедшими по той же дороге, упросил их взять жезл и передать его ворам. Сказал Авва Евгений, полезно нам искать одного пребывания с Иисусом. Богат пребывающий с Иисусом, если он и нищ в вещественном отношении. Он сказал, любящий земное более небесного, лишиться и небесного, и земного. Ищущий же небесного, господин всему миру. Он сказал, да будут потребности слева малые, да будет рукоделие малым, и возможен изработать в безмолвии спасение наше. Поведал Авва Евсерий, пресвитер Лавры Раивской. К некоторому из здешних старцев пришел бес в образе монаха и постучался в двери келья. Старец сотворил двери и сказал пришедшему, сотвори молитву. Пришедший сказал, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Старец опять сказал ему, сотвори молитву. Бес опять сказал, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Старец сказал ему в третий раз, сотвори молитву. Бес и в третий раз сказал, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Тогда сказал ему старец, так скажи, слава отцу и сыну и святому духу, ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Бес услышав это, исчез, как бы опаленный огнем. Было в некотором монастыре Черноризис по имени Ефросин, неграмотный, но смиренный и богобоязливый. Он предал себя со всей покорностью в послушании игумену и братью. Они поручили ему служение в поварнии и в течение многих лет оставили его в этом служении. Ефросин никогда не пороптал, не воспрекословил, исполнял порученное ему дело со всевозможным тщанием служать человеком как Богу, а не как человеком. То собирал он зелень, то носил дрова из леса на плечах своих, топил ими печь и варил сочи для братьев. Занимаясь постоянным исполнением требований послушания своего, редко приходил он и в церковь, но постоянно, смотря на огонь, приводил сокрушение своей души, говоря со слезами, так, увы, грешная душа, ты не сделал ничего угодного Богу, ты не знаешь закона Божия, ты не научилась считать книги, по которым славословят Бога непрестанно, по этой причине ты не достойна предстоять в церкви с братьями ее, но осуждена предстоять здесь, пред огнем, по смерти же будешь горько мучиться в будущем неугасимом огне. Таким образом, добрый исповедник ежедневно ощущал свою душу и тело. Игумен того монастыря в Ласе в Саном Иерее украшен был всеми добродетелями. Он с юности вступил в служение Богу и угождал Богу постом молитвой. Этому игумену пришло непреодолимое желание узнать, в какое место вселяются души монахов, подвязавшихся во время земной жизни. Возложил на себя после бдения он начал молить Бога, чтобы Бог открыл ему это. Три года проводил он в келейном бдении каждую ночь. Всеблагий Бог, никогда не презирающий молящихся ему с верой, исполнил желание и игумена. Однажды ночью стоял на обычной молитве и внезапно ощутил себя в состоянии иступления. Ему представилось, что он ходит по какому-то великому полю, на поле был рай Божий. Что такое рай? Этого невозможно передать на человеческом языке. Блаженный власть и вошедший в рай увидел древа благовоннейшие, осыпанные различными плодами, и насыщался одним благоуханием, которое издавали из себя эти плоды. В рай он увидел монаха Ефросина, сидящего под одной яблони на золотом престоле. Увидев его и достоверно узнав, что это он. Игумен подошел к нему и спросил его, сын мой Ефросин, что ты здесь делаешь? Ефросин отвечал владыка, я за твою молитву в этом месте святого рая поставлен стражем богом. Игумен сказал на это если я попрошу у тебя что-нибудь имеешь ли ты власть сдать? Ефросин отвечал чего не попросишь получишь. Игумен показал на одну из яблоней и сказал дай мне с этой яблоней три яблока. Ефросин тщательно снял три яблока и отдал их Игумену. Игумен принял их в мантию и по принятии тощик пришел в себя. Он оказался в килии своей три яблока были в его мантии. Зазвонили к утренне. По окончанию богослужения Игумен приказал братьям чтобы никто из них не выходил из церкви. Призвал из поварни Ефросин и спросил его сын мой где был ты этой ночью? Ефросин опустил глаза в землю стоял и молчал. Но старец не переставал его допрашивать. Тогда Ефросин отвечал там Ава где ты видел меня старец и где я видел тебя Ефросин отвечал там где ты просил у меня чтобы я тебе дал в святом раю старец что просил я у тебя Ефросин то что я дал тебе три святые яблока которые ты принял тогда Игумен повер сок ногами его вынул яблоки из мантии свои возложил их на святой дискос и сказал братья эти яблоки которые вы видите из святого рая в течение трех лет я молил Бога в теле моей пребывая без сна и все ночи что что Бог показал мне в какое место отходит по смерти души благочестно подвизающихся монахов в эту ночь благодатью Божию я возведен был в святой рай видел его неизреченное благо и нашел в нем брата нашего Ефросина который дал мне эти три яблока умоляю вас не уничижайте и не бесчестите неграмотных они сверой служа братья оказывается у Бога выше всех когда егумен говорил это братья Ефросин вышел из церкви и тайно ушел из монастыря в дальнюю сторону избегая славы человеческой егумен разделял яблоки на благословение братьям больные бывшие в брасе вкусив райских ябл выздоровели Аввазинун ученик Аввы Силуана говорил не избирай славного места для жительства твоего и не живи с человеком имеющим громкое имя то и другое неприметным образом может ввести в душу тщеславие и высокоумие этим не только повредить лукавым преуспеянием но и отнять всю возможность к нему он говорил кто хочет чтобы Бог скоро услышал молитву его тот когда встанет для совершения ее и прострет руки горе прежде всякой другой молитвы даже прежде молитвы о душе своей да принесет молитву о врагах своих и ради этого Бог услышит всякую молитву его из многих памятников монашества первых веков видно что монахи предстояли на молитве в уединении келеном с воздетыми руками горе так молились преподобные пахоми великие сесои великие вероятно так молились весьма многие так советуют молиться при особенном наплыве греховных помыслов святой Иоанн Лествичник так такое положение тела способствует душе прийти в подобное положение устремиться горе при этом необходимо остеречься от усиленного вытягивания рук и от усиленного направления их вверх чтобы не прийти в состояние разгорячения и восторженности от которых один шаг до самообольщения бесовской прелести должно воздевать руки умеренно чтобы дух сохранился в тишине смирение умиление должно давать телу положение висящего на кресте и а не летящего на небо глава твоя добудет опущенную вниз хотя бы руки и были воздеты горе сказывали Ави Зинони что он был ростом мал телом сух преисполнен разум преисполнен усердие и теплоты к Богу миловне к человекам поведали Ави Зинони что он живя в скиту однажды вышел ночью из кельи как бы брат и избившись с дороги блажал третя и три ночи а труда он изнемог и упал на землю замертво и вот пристал ему юноша с хлебом и чашей и воды в руках и сказал встань укрепись пищей и питьем Ава встал помолился из осторожности не доверяя явлению юноша сказал ты сделал хорошо услышав это Ава опять помолился так поступил в третий раз юноша каждый раз одобрял его действия после этого Ава принял и употребил принесенную пищу юноша сказал сколько ты ходил настолько удалялся от твоей кельи но встань и следуй за мной и мгновенно старец ощутился близ кельи своей старец сказал юноше войди в келью и сотвори молитву о нас юноша вошел в келью старца и сделался невидим поучительно осторожность святых и опытных монахов по отношению к чувственным явлениям из мира духов благоразумное поведение их в этих случаях как противоположны к мыслям поведения неведения и неопытности неведение и неопытность слепая и опрометчиво вверяется всякому явлению любопытные и жадные ищут явления духов и общения с ними внеизбежный вред себе во вред часто неисцелимый и для ознакомленных опытно благодатью Божию с миром духов мир этот так мало известен и понятен что величайшая осторожность по отношению к явлениям из него необходима для святых Божиих благодать Божия доставляет познания нужные для спасения они такие как их ищет и требует суетная и тщеславная любознательность мира пришли сарис к нему и возвестить совершающиеся надо мною но помысл удерживал меня внушая мне ведь ты знаешь как должно поступать поступи сообразно прочитанным тобою и не соблазняй старца когда я решился идти врань облегчалась несколько и я оставлял намерение мое тогда снова потопляла меня страсть я снова понуждал себя сходить к старцу но враг опять обольщал меня не допуская исповедать старцу борющих меня помыслов даже не раз я ходил к старцу но враг не допустил меня до исповеди принося стыд сердцу моему и представляя что способ исцеления мне известен какая нужда говорил он рассказывать о себе кому-либо а это приносил мне враг чтобы я не открыл страсти и не получил исцеления старец прозирал что я имею что-то на сердце но не обличал меня и ждал чтобы я сам исповедовал ему вместе с тем он оставлял меня на благое жительство и отпускал с миром приходя к себе я скорбел и плакал говоря душе моей да коли окаянная душа моя ты отвергаешь врачевание издалека приходит к старцу и получает исцеление а ты не можешь возобладать собой не хочешь исцелиться имея врача близ себя разжегся с сердцем я стал и сказал сам себе пойду к старцу если никого не найду у него то это будет для меня знамением воли божьей чтобы я исповедовал ему мои помыслы с такой решимостью я пошел к старцу и не нашел у него никого старец по обычаю получал меня спасение души и как кто может очистить от скверных помыслов победясь опять стыдом и не будучи в состоянии исповедать я просил отпустить меня старец сотворил молитву и провожая меня шел впереди меня до дверя к дверям а я томимый помыслами сказал ли старцу или не сказать шел за ним вступая медленно старец видит что помыслы очень истомили меня обратился ко мне прикоснувшись к груди моей и сказал что делается с тобою и я человек когда старец сказал мне это сердце мое как будто отверзло и я упал лицом на ноги его умоляя его помиловать меня он сказал мне что с тобою я отвечал ты знаешь чем я страдаю он сказал нужно самому себе обличить твое состояние тогда я с великим стыдом исповедал страсть мою он сказал мне чего ты стыдишься скажи мне не человек ли я не три ли года ты приходил сюда имея эти помыслы и не исповедуя их я припал к ногам его и умолял его говоря помилуй меня ради бога скажи мне что мне делать он отвечал поди усили молитву твоей ни о ком не говори худо я возвратился в келью мою усилил молитву моей благодати христовой за молитву старца освободился от спущения этой страстью а прошествие года пришел мне помысл что может быть бог помиловал меня по милости своей а не ради старца я пошел к нему и желая испытать его наедине поклонился ему и сказал лава помолись о мне ради того помысла который я исповедовал тебе прошлого года он не поднял меня тот час но оставил положение сделанное мое поклонение и помолчав немного сказал встань и имей веру когда я услышал это мне сделалось так стыдно что от стыда я желал чтобы земля поглотила меня я стал и не мог взглянуть на старца девясь ему я возвратился в мою келью старец этот ради нашей душевной пользы поведал и следующее однажды однажды брата пошли к ави зенону каждый виделся с ним наедине и исповедал ему свои помыслы после этого случилось им быть вместе и один сказал другому когда мы ходили к старцу для исповеди наших помыслов получил ли ты пользу от исповеди да отвечал спрошны за молитвы ему его бог исцелил меня спросивший сказал на это я хотя исповедал но не ощутил исцеления получивший пользу спросил как ты исповедался старцу я сказал ему отвечал первый ава помолись о мне такой то помысл беспокоит меня второй сказал на это я исповедываю ему помыслы мои поливал слезами ноги его и за молитвы его бог исцелил меня старец поведая нам это хотел объяснить нам что те которые исповедуют помыслы свои отцам должны исповедовать со всей искренностью сокрушением сердца как бы перед самим богом тогда они могут получить милость исповедь же совершаемая с небрежением или намерением искусить старца не только не приносит пользы но и служит к осуждению некоторый египтянин по имени корион имел жену и двух детей оставив их он пошел в скит и принял монашество по прошествии некоторого времени настал голод в египте приведенное затруднительное положение жена кориона пришла в скит с обоими детьми из которых сын назывался Захария ее другое дитя было женского пола супруга кориона села под деревом на берегу ручья против церкви по обычаю принятому скиту обычай был таков если приходила скит женщины для беседы с монахом или монаху встречалась нужда поговорить с женщиной то они садились вдали друг от друга на противоположных берегах речки и таким образом беседовали между собою сказала кориону жена его вот ты принял монашество а наступил великий голод кто прокормит детей твоих корион отвечал пусть сын придет ко мне я возьму его и скормлю в ските а ты прими на себя воспитание дочери они так и сделали скиту все знали что при корионе живет сын его несмотря на это когда Захария стал приходить в возраст монахи начали роптать по причине его корион узнав что братья ропщат сказал Захарии пойдем отсюда отцы ропщат Захария сказал на это ведь все знают что я сын твой они удалили сиваиды и поместились в келье но и там по прошествии краского времени поднялся из-за них ропот они возвратились в кель там братья продолжали роптать на них тогда Захария пошел к минеральному озеру и погрузившись в него до ноздрей пробыл в нем целый час от этого он сделался как бы прохоженным когда он пришел к отцу своему отец едва узнал его вскоре после этого Захария привелось приступить к святому причащению и было о нем откровение преподобному Исидору Пресвитеру который сказал ему сын мой Захария в минувший воскресный день ты причастился как человек а ныне притворился в ангела когда таким образом Захария жил в скиту он способен сподобился духовного видения и сказал об этом отцу своему старец не был духовным делателем и ничего не знал об этих предметах он начал бить сына говоря это от неприязни но Захария пребывал в состоянии которое производится видением ночью пошел он к Ави Пимену и сказал ему все и как говорит внутренность его старец хотя и знал что духовное состояние от Бога но послал к некоторому другому старцу его сказал как этот скажет тебе так и поступи когда Захария пришел к старцу старец прежде нежели сказал ему что-либо Захария Захария объяснил ему все и что видение от Бога но присовокупил старец повинуясь отцу твоему благодатный духовно мудрый старец позаботился сохранить для Захарии то основание на котором создалось его духовное преуспеяние от истинного послушания рождается истинное смирение истинное смирение осеняется милостью Божией от неправильного человеку угодливого послушания рождается ложное смирение отчуждающее человека от даров Божьих соделывающие его сосудом сатаны когда Калиону пришло время приставиться к Богу то он сказал братья много телесных трудов понес я понес их больше нежели сын мой Захария но не пришел в меру его по причине смирения и молчания его и приставился старец когда Ава Моисей пришел на колодец почерпнуть воды и увидел юного монаха Захария молящегося при колодце дух Божий в подобии голубя восседал на главе его Ава Моисей сказал Захарий дай мне наставление для моего жительства Захарий услышав это пал к ногам старца говоря меня ли вопрошаешь отец старец сказал ему поверь сын мой Захарий что я видел святого духа сошедшего на тебя и нахожу нужным для себя вопросить тебя тогда Захарий снял куколь с головы положил его под ноги и стоптав сказал если человек не будет попран таким образом то он не может сделать монахом вот кого должны вопрошать желающие получить правильные душеспасительные наставления они должны вопрошать людей благодатных говорящих слово божие а не свое Ава Макарий сказал брату Захарий скажи мне в чем заключается дело монаха Захарий отвечал ему меня ли вопрошаешь отец Ава Макарий сказала открываю тебе чадо мое Захария что есть понуждающий меня вопрошать тебя тогда Захария сказал Ава по мнению моему монах тот кто постоянно понуждает себя на заповеди божие поведал Ава Пимен в то время как умирал брат Захария вопросил его Ава Моисей что видишь Захария отвечала Ава не лучше ли умолчать об этом Моисей сказал умолчи сын мой сейчас смерти Захария сидел у него Ава Исидор пресвитер и воздрев на небо сказал веселись Захария чадо мое тебе отворились врата царствия небесного тогда Захарий спустил дух и погребен был отцами скиту Ава Исая названная отшельником по избранному им роду иноческого подвижничества жил в египетском ските в этой обширной и дикой пустыне служившей пристани для многочисленного сонного безмолвников в течении четырех столетий имя великого пророка иудейского носили многие великие иноки скита жившие в разное время Исайя отшельник очевидно жил в пятом и шестом столетиях в новом начале своем он пользовался наставлениями преподобного Пимена великого и некоторые из изречения великого включил свои сочинения вообще характер преподобного Исаия очень сходствует с характером наставлений преподобного Пимена и очень отделяется от характера наставлений произнесенных первыми иноками скита написание и изречение древних иноков скита Исаия ссылается из книги в арсенофе великого старца египетского потом палестинского инока жившего в шестом столетии заметно что он знал личность святого Исаию даже можно догадываться что пользовался его назиданиями в книге говорится о преподобном Исаии как о лице несомненной святости известном по опытности и познаниям в монашеской жизни из повести преподобного Елисея видно что преподобный Исаия жил после четвертого вселенского собора и был современником александрийского патриарха святого Евлогия наставление преподобного отшельника как и всех святых иноков скита относится наиболее к безмолвникам имеем мы неполное собрание слов святого некоторые вероятно весьма многие из них утратились как это должно заключать по отрывку который помещен святым Яном Дамаскиным в его сочинениях и отрывку о сокровенном получении их нет в книге отшельника магометане завоевывая страны христианские уничтожали письменные памятники христианству с иступленным неистовством и особенным успехом совершили они это в Египте поведали Аве Исаии что он однажды пришел на гумно и сказал владельцу земли дай мне пшеницу а жал ли ты Ава спросил его владелец нет отвечал старец владелец возразил как же ты хочешь получить пшеницу когда ты не жал на это старец сказал разве не получает пшеницу тот кто не жал не получает отвечал владелец выслушав этот ответ старец ушел с гумна братья бывшие свидетелями поступку поклонили Исаии и просили объяснить им поступок его старец сказал им я сделал это с целью показать что не получит от Бога награды тот кто не будет подвязать себя однажды Ава Исаии увидел что брат совершает тяжкий грех он не обличил его сказал сам себе если Бог который создал его и видит это милует его то кто я чтобы мне обличить его однажды Ава Исаия пригласил к себе брата он умыл посетители ноги сыпал горсть чечеви и когда немного она поварилась снял горнец с огня увидя это брат сказал Ава чечевица еще не уварилась Ава отвечал разве недовольна для тебя что она побыла на огне и это великое утешение поведал Ава Исаия случилось что братья вкушали пищу в церкви на вечере любви они завели разговор между собой тогда пресвитер из Пелусии бывший тут остановил их сказав молчите братья я знаю что один из братьев кушает пищу с нами и пьет чашу наравне с прочими но молитва его как пламени огненные восходит к Богу Ава Исаия говорила себе вижу себя подобным коню блуждающему бессадника кто не найдет его садится на него и ездит на нем сколько угодно когда же этот оставит коня другой поступает с ним точно так же он говорил я подобен пленнику окованному врагами и вернутому ими в ров наполненный нечистотами когда тот пленник возопьет Господу своему тогда враги бьют его чтобы он замолчал говорил так же я подобен птичке пойманной мальчиком и привязан на им за ноги на нить когда мальчик ослабит нить птичка вспархивает полагая что освободилась но мальчик натягивает нить и снова не звергает птичку на землю таким вижу себя говорю это с целью показать что никто не может предаться нерадению о спасении своем до последнего издыхания своего он говорил если ты дал что взаймим ближним и не требуешь этого обратно то действуешь в естестве Иисуса если же потребуешь возвращения то поступишь по естеству Адама требования же лихвы ниже и Адамова естества опять сказал если совершаешь молитвы и подвиги со смиренным мудрием как недостойный то они будут благоприятны Богу если же вспомнишь о другом спящем или неродящем и превознесешься сердцем то тщетен труд твой опять сказал смиренный мудрый даже не имеет языка сказать о ком либо что он не родив или не брежет о спасении своем он не имеет очей чтобы видеть недостатки других он не имеет ушей чтобы слышать слова и разговоры душевредные он не заботится ни о чем временном заботится единственно о грехах своих он сохраняет мир со всеми ради заповеди Божии а не по причине дружбы по началам человеческим тщетны труды того кто вне смирения постится много и несет тяжкие подвиги кто говорит что боится Бога и не находит в себе страха Божия в то время как представится нужда в нем чтобы обуздать гнев дерзость покушение учить другого тому чего сам не узнал опытом чтобы обуздать человеку угодие или искание славы человеческой или какую другую страсть того все подвиги суетно ум прежде нежели воспрянет от сна лености находится с демонами когда же Господь Иисус Христос возбудит его от лености и соделает его способным видеть и рассуждать тогда он получает возможность зайти на крест при этом дьявол начинает хулить и произносить непотребные слова в надежде не ослабеть не ослабеет ли ум не оставит ли подвига не обратиться ли к прежней лености и бездействию образом этого были два разбойника которых разлучил друг от друга Господь Иисус Христос распявшись между ними один из них хулил Господа другой молился ему и услышал ныне же будешь со мною в раю он говорил о святом пресечении этот дар сосчитывает и соединяет нас с Богом если так то где же у нас это соединение побеждаясь страстями гневом завистью человекоугодием тщеславием ненавистью и другими мы отстоим далеко от Бога желающий истинно безмолвствовать в келии и не увлекаться внушениями демонскими да устранит себя от всего обычного между человеками да не порицает и не похваляет никого да не превозносит правды человеков да не внимает недостаткам их и да не попустит прибыть в сердце своем жалу памятозлобе на ближнего не передавай неразумным таинственного знания которое тебе открылось и безумным стремление твоего благого произволения познай самого себя и изучи то что произносит приносит вред душе твоей надеющиеся на свою правду и последующие воли своего падшего естества не возмогут избежать козни демонских не возмогут стяжать сердечного безмолвия не возмогут усматривать окрадение которым подвергается а по исшествии из тела затруднительно будет им получить милость от бога венец всех благих деяний состоит в том чтобы возложить на бога всю надежду прибегать к нему единому от всего сердца и от всей крепости быть преисполненным благости ко всем плакать перед богом и молиться ему о помощи и помиловании он говорил о учении ближних заповедям божиим откуда могу узнать угоден ли я богу чтобы сказать брату поступи так или иначе сам нахожусь еще под ивом покаяния по причине грехов моих кто пал когда-либо тот находится под законом покаяния он не может успокоиться и перестать от плача да коли не узнает наверное что прощен ему грех его знамением что грех прощен служит то что он уже не производит никакого действия в сердце своем и ты забыл о нем до того что при разговоре ближних о подобных грехах ты не ощущаешь никакого сочувствия к нему как вполне чуждому тебе это значит что ты помилован напротив того неблагоприятен признак если сочувствие греху продолжает жить в тебе и действовать а ты не брежешь об этом плач сокрушайся болезнно о таком состоянии дохолене и спросишь милости у Бога Бог соделается учителем всех произволяющих повиноваться ему если Бог не соделается учителем человека то труды его тщетны великой важности сердечный подвиг состоящий в том когда человек оставляет свою пользу свою правду и волю которую он признает благоугодными Богу исполняет слово наставника своего которому он ради Бога предался в послушание если кто начнет говорить тебе неполезные слова то не преклонись выслушать его чтобы не повредить душу твою не устыди с лица его если он оскорбится этим не потерпи чтобы он продолжал речь свою скажи ему душа моя не может выносить слов твоих перестань говорить об этом умоляю тебя я не тверже первого человека которого создал Бог руками своими и который был обольщен беседою злою беги от душевредных слов не желая слышать их смотри же чтобы убегая телом не сохранить тайного желания знать что намеревался сказать тебе начавший говорить неполезное беги бегством решительным чтобы тотчас забыть и то что успел выслушать если допустишь остаться чему-либо из слышанного то демоны не приминут воспользоваться этим и навести тебе язву он говорил сколько вижу желания прибытка чести и телесного успокоения борет человека до смерти его он он Покушаешься устроять дом ближнего. Это относится не к пастырям, которые обязаны по долгу своему наставлять ближних, также не к тем преуспевшим инокам, которых подвиг осенен божественной благодатью, с которыми завещевается монашескими правилами совет для новоначальных, а относится это к инокам, которые искушаются самомнением и ревностью, еще не очищенной от плотского мудрования. Он сказал, горе душе, падшей после святого крещения в смертный грех. Такой человек, встав в разряд кающихся, не может успокоиться, доколе еще находится в этом разряде. Блюди, чтобы не запятнать непорочности, полученные в святом крещении. «Кто согрешит, подвергшись телесному падению, или украв что, или посмотрев страссу на чужое тело, или даже если кто вкусит пищи тайно озираясь, чтобы его не увидели, или полюбопытствует узнать, в чем состоят вещи, принадлежащие брату, тот всем этим наносит бесчестие Иисусу». Некто возразил Аве, отец, «Неужели ничтожные погрешности тобой упомянуты, имеют такую важность?» Ава Исаия отвечал, «Увлекающийся этими мелочами обольщен дьяволом, точно так же, как и тот, кто подкапывает стену, чтобы украсть деньги». «Побеждающий в мелочах будет победителем и в важных случаях». «Побеждающийся же в мелочах будет подвергаться побеждению и в важных случаях». Он говорил, «Совершающий великие знамения и исцеления, имеющий разум духовно и воскрешающий мертвых, если прежде этого подвергся падению, то он, как состоящий в разряде кающихся, не может быть без печали о вечной участи своей. Если кто удовольствует себя великими подвигами, но увидев кого-либо подвершегося грехопадению или живущего нерадиво, уничижить его, тот губит этим весь подвиг покаяния своего. Уничижив ближнего, он уничижает член Христов, сам осуждает его, не предоставляя суда судьи Богу». Он говорил, «Все мы находимся в земной жизни, как бы в больнице. Один недугует глазами, другой рукой, иной горлом, иной имеет глубокие раны. Некоторые больные бывают уже вылечены, но болезнь возобновляется, если человек не воздержится от яств, вредных для него. Подобно этому прилежащее покаяние, осуждая или уничижая ближнего, уничтожает этим благотворное действие покаяния своего. «Каждый должен заботиться о своих душевных недугах. Каждый должен оплакивать грехи свои, не зазирая ближнего. Если мое греховно-несчастное состояние было постоянно перед взорами моими, я не обращал бы внимания на преткновение брата моего». «Горе душе, не произволяющей бежать от всякого греха. Она должна подвергаться тяжким оскорблениям от завидующих ей, препятствующих спасению ее демонов». Ава Исаия повторял объяснение древними святыми старцами скита следующих слов Священного Писания. «Сказал Господь Моисею, «Еще единую язву я наведу на фараона и на Египет, и после этого он отпустит вас отсюда. Скажи же то в уши людям, чтобы выпросили каждый у соседа и жена у соседки своей сосуды серебряные и золотые и одежду». По устроению промысла Божия египтяне ощутили величайшую щедрость, израильтяне обобрали их и впоследствии потребили взятое золото и серебро на сооружение скиния. «Сосудами, золотыми и серебряными и ризами, говорила Ава, знаменается чувство, порабощенное врагам, демонам. Да коли человек не исторнит чувств своих из-под владычества врагов и не достигнет того, чтобы чувства начали действовать по воле Божией, да то ли покров покоя Божий не осенит его. Если же освободит их от врагов и покорит Богу, то покоя от Бога входит в него. И скиния не осенял облак до того времени, как окончено было все устроение ее. Когда же она была совершена, осенил ее облак. Подобным образом не осенял облак храма Соломонова, доколе не были исполнены в нем все работы без искудения. Когда же они были окончены? Когда вознесены были туг и кровь на жертвенник? Когда обонял Господь благоухание всесожжений? Тогда светлый облак не сшел на храм. Да коли человек не возлюбит Бога от всей крепости своей, да коли не прилепится к Богу всем сердцем своим, да то ли не даруется ему покоя от Бога. Он говорил, если ум покусится взойти на крест, прежде нежели уврачуется немощь чувств, то привлекает на себя гнев Божий, как начавший подвиг, превышающий меры его. Восхождение на крест должно предшествовать исцеление чувств. Если совершается в тебе осквернение, а ты услаждаешься тем и содействуешь тому, от чего рождается осквернение, не печалясь и не болезнуя сердцем, то состояние твое в падшем естестве Адамове. Тогда ты будешь действовать соответственно естеству Иисуса и привлечешь к себе помощь Его, когда сердце твое отречется от греха, когда он отречется от начал рождающих грех, когда будешь памятовать непрестанно о муках адских, когда ощутишь, что помощник твой неотступно присутствует при тебе, когда ни в чем не будешь оскорблять его, когда будешь постоянно плакать пред Ним, говоря, Господи, избавление меня от греха принадлежит единственно тебе, самому мне без помощи твоей не избегнуть из рук врага, тщательно внимай тому, чтобы не огорчать наставника твоего о Господе. На вопрос, в чем состоит смирение, Ава Исаия отвечал, «Смирение состоит в том, чтобы человек сознавал себя грешным перед Богом, не сделавшим ни одного доброго дела благоугодного Богу». Возделывается и выражается смирение следующими действиями. Когда кто сохраняет молчание, когда не вменяет себя ни в каком отношении, когда уклоняется споров, когда кто послушлив, когда держит глаза опущенными к земле, когда имеет постоянно смерть перед взорами ума, хранит себя от лжи, удаляется от суетных и греховных бесед, не противоречит старшим, не настаивает на своем мнении и слове, переносит поношение, ненавидит праздность и негу, понуждают себя на телесные подвиги, когда никого не оскорбляет. Ава Исаия спросили, «В чем заключается покаяние?» Он отвечал, «Святой Дух научает нас удалиться от греха и боли не впадать в него. В этом состоит покаяние». Ава Исаия спросили, «И что должен наблюдать безмолвствующий в келье?» Он отвечал, «Подвязающиеся, сказано в Писании, да воздержатся от всего». Возделывающий истинное безмолвие должен непрестанно повергаться пред Всеблагим Богом в осмирении, тщательно заниматься молитвой и всеми силами отгонять от себя лукавые помыслы. В этом бегство от мира. При таком поведении и настроении сподвижника Господь обузает неистовство врагов. Сам же человек что может сделать? Он лишь плоть и кровь. Спросили Аву Исаию, «Что, разумеется, под словом «мир»?» Он отвечал, «Словом «мир» обозначается деятельность по разуму и воле падшего естества, когда исполняем плотские пожелания, когда надеемся остаться надолго в земной жизни, когда печемся более о теле, нежели о душе». На вопрос, каким образом человек стяживает чистоту, Ава сказал, «Не делайте я грехов, которые впадал прежде». Благость Божия такова, что она немедленно приемлет человека, обращающегося к ней от грехов своих, и предает забвение, соделанное им согрешение. Это видно из повести Евангелия о младшем сыне, расточившем блудно доставшуюся ему часть имения. Несчастный, он пришел в такое положение, что принужден был пасти свиней и желал насытиться пищей их. Тогда он уразумел, что невозможно найти насыщение во грехах, потому что чем более человек предается им, тем большим вожделением им возжигается. Это привело его к раскаянию. Лишь коснулась сердце его мысль о покаянии, он нисколько не колеблесо возвратился со смирением к отцу своему, отвергшись всех подских пожеланий своих. Он был уверен в отце, он был уверен, его за соделанные проступки. Соответственно, такому обращению сына и отец повелел выдать ему тотчас одежду чистоты и восстановил отношение сына к отцу, даровав на это залог. Этой притчей наставляет нас владыка наш Иисус Христос, чтобы мы, намереваясь обратиться к нему, во-первых, оставили пищу свиней. Тогда он примет нас, принимает он одних чистых. Это сказал он, чтобы мы не упадали духом и не сомневались в милосердии его, говоря, когда Бог услышит. Он един ведает время, в которое подобает отмстить соперникам вопиющего, и в это время поспешает услышать его. Обратимся к Богу всем сердцем и, не поддаваясь двоей души, будем вопиять к нему учащенными молитвами, не давая этим греху возможности поработить нас. Будем веровать, что молитва наша непременно будет услышана в свое время. «Просите, — сказал Господь, — и дастся вам. Ищите и найдете, стучите и откроется вам». Поведала Ава Петр ученика в Исаии. «Говаривал, Отец мой, с мужеством исправляй то, что требует исправления. Только из чистоты может приноситься истинная молитва к Богу. Страх Божий и жительство в подвигах и лишениях доставляет отпущение грехов. Тщетны молитвы и подвиги человека, питающего в сердце злобу на ближнего и желания мщения. Не желай узнавать о действиях и совещаниях, происходящих в суетном мире, и не пересказывай о них другим. Постоянно внимай помыслам, говорящим с тобой внутри тебя, и моли Бога, чтобы даровал тебе разуметь, каким из этих помыслов должно повиноваться и какие отвергать. В силу сильно старайся не произносить устами одного, имея другое в сердце. Он говорил, повергающий себя пред Богом в разуме и повинующийся заповедям смиренно мудрее достигает любви. Любовь вводит в бесстрастие. Безмолстующий должен ижечасно всматриваться в себя. Миновал ли он демонов, удерживающих души на воздухе? Освободился ли он от них, находясь еще в земной жизни? Он не освободился, если находится в порабощении у них. Он должен подвязаться и спросить у Бога помилования. Он сказал, человек, которого продолжает обличать совесть, далек от милости Божией. На мое прошение назидательного слова Авва Исаия сказал, если хочешь последовать Господу нашему Иисусу Христу, то соблюдай заповедание Его. Если хочешь распять с Ним ветхого человека твоего, то устраняй от себя тех, которые сводят тебя с креста, и приготовь сердце твое, переносить благодушно уничижение, любить оскорбляющих тебя, смиряйся пред всеми, обуздывать свои пожелания, молчи языком и устами, не осуждай никого в сердце твоем. Опять сказал, безмолвствующий должен соединить с дыханием своим ощущение страха Божия и размышлять постоянно о том, как предстать Ему на суд Божий. Нет страха Божия в человеке, если сердце его повинуется греху. Он далек еще от милости Божией. Опять сказал, тяжкое состояние, когда на устах святость, а в сердце беззаконие и злоба. Опять сказал, если человек не решится возложить на себя подвиг с таким самоотвержением, какое ощущается, приготовившимся к насильственной смерти, и не сделает своего тела подобным тому телу, в какое пришел к нам, в каком богочеловек, то невозможно предстать пред Ним в радости и не освободиться от горького рабства. Поведав это, он воскликнул, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Куда не изверглась душа моя, в какой чистоте создана она, в каком рабстве находится ныне, какое опутано суетую. Еще говорил, умоляю тебя, доколе находишься в теле, не оставляй ни на минуту сердца твоего без хранения. Как земледелец не может признать надежным плод свой, доколе он находится на поле, и не знает, что может с ним случиться до того времени, как он сложится в кладовые. Так и подвижник не может оставить сердце своего нехранимым, доколе дыхание в ноздрях его. До самой кончины человека страсти сохраняет способность вставать в нем, и неизвестно ему, когда и какая страсть восстанет. По этой причине он, доколе дышит, не должен оставлять бдительного наблюдения над сердцем своим. Он должен непрестанно вопиять к Богу, умоляя его о помощи и помиловании. Спросил я его, «Отец, что есть смирение, и как приобретается оно?» Ава отвечал, «Смирение состоит в том, чтобы иметь послушание, отсекать волю падшего естества, удручать себя подвигами, любить чистоту, благодушно и терпеливо переносить оскорбления и обиды от ближнего. В этом заключается смиренно-мудрее». Он говорил, «Блаженно облегшийся в нового человека, прежде, нежели предстать ему на суд Христов, потому что плоть и кровь, как говорит апостол, царствие Божие не могут наследовать». Он приводил и следующие слова апостола, «Если в вас есть зависть и сварливость и распри, то не плотские ли вы и не по человеку ли поступаете». Он говорил, «А оттого угнетают вас жестоко враги наши, что мы не познали с должной потребностью и точностью немощи и грехов наших, не стяжали плача в духовном разуме. Если бы открылся в нас плач, то он соделал бы для нас явными грехи наши. Если бы мы увидели грехи наши такими, и каковы они на самом деле, то объявил бы нас такой стыд, что мы не осмелились бы смотреть в лицо братьям нашим, отдавая всем предпочтение перед собою. Мы сошли бы себя худшими блудниц. Они грешат в неведении Бога, а мы, знающие Бога, сложим греху наравне с блудницами в сердцах наших». Он говорил, «Признаком делателя добродетели служит то, когда он постоянно держится самоукорение, отсекает свои воли перед ближним ради Бога, не допускает внушением врага производить свое действие, содержит ум в трезвении, бодрствовании, повергается к стопам Господа Иисуса в разуме, старается умерщвлять пожелания падшего естества, чтобы не отлучиться от возлюбленного Господа Иисуса. Державшийся своей падшей волей не может быть в мире ни с истинными христианами, потому что в сердце его соприсутствует малодушие, гнев и раздражительность. Говорящийся, что за важность, если я увижу или услышу то или другое, подобен слепому, который куда бы ни ввели его и откуда бы ни вывели его, не видит света. Малое облако, нашедшее на солнце, пресекает действие и света, и теплоты его. Поймите из этого примера действие мелочей у подвижника, на подвижника, непонимаемые, не знающими существенно монашеской жизни. Опять сказал, у человека, занятого непрестанными созерцанием грехов своих, нет языка для пустых и многих бесед. Опять сказал, возвиновить все мирское и самый телесный покой, потому что они соделают тебя врагом Божиим. Как воин, имеющий сопротивника, сражается с ним, так и мы должны сражаться с телом, не допуская ему нежиться и расслабляться от излишнего успокоения. Тело, издержанное излишним успокоением и питанием, делается дебилом, особенно способным к ленности, стяжевает ощущения исключительно плотские. Оно сообщает эти ощущения и дебилость сердцу. Плотское вожделение и способность к гневу и ярости необыкновенно усиливаются в таком теле и в таком сердце. Когда страсти эти придут в волнение, то действие их бывает так сильно, что ум не может ни обуздать их, ни противиться им. Он не излагается и увлекается ими. Опять сказал, истинный подвижник, истинно любящий Бога, должен внимать каждому помыслу своему и рассматривать его, не плоской ли он, да коли действует в каком-либо члене его ветхий человек, да то ли он не признается девственником. Страница 130. Спросил я его, что значит прощение, произносимое в молитве евангельской? Прошение, да светится имя твое. Он сказал, это прошение принадлежит достигшим совершенства. В нас, обладаемых страстями, невозможно светиться имени Божию. Он повторял изречение древних отцов, а цельничество состоит в бегстве от тела и в постоянном памятовании смерти. Он сказал о мире с ближними. Где нет мира, там не пребывает Бог. Кто видит грехи свои, тот знаком и с миром. Прощение грехов доставляется не местом, а смиренно мудрием. Давид, неизвершись в согрешение, прелюбодеяние и убийство, не нашел иного жертвоприношения благоприятного Богу, кроме Духа, сокрушенного и смиренного. Опять сказал, малодушие и порицание ближнего смущает мысль и не допускает ей видеть свет Божий. Опять сказал, приложи все старание, чтобы избежать следующих трех страстей, не извращающих душу. Любление, прибытка и стяжание, любление чести от человеков и любление телесного покоя. Если они победят душу, то лишат ее преуспеяния. Опять сказал, если в то время, как безмолвствуешь в келье, придет тебе помысл осудить брата, то суди его из рассматривания грехов твоих, признавая свои грехи более значащими, нежели грехи брата. Если же считаешь некоторые дела твои добрыми, то не думая о них, чтобы они были благоугодны Богу, здоровые члены тела заботятся о немуществующих, и доколе не возвратится им здравие, служат им по причине естественного союза с ними. При встретившейся взаимной скорби жестокосердый говорит сердце своем, что он нисколько не виноват, а смиренно-мудро обвиняет себя, не брата говоря, «Я согрешил». Гордый заражен сердцем мысли, что он премудр и не оскорблял никогда никого, имеющий в себе страх Божий заботиться о том, чтобы не сделать упущение в какой-либо добродетели. Опять сказал, проводя жительство безмолвника и совершая молитвенное служение Богу умом при молчании уст, если увидишь, что сердце твое уклонится во что-либо, неблагоугодное Богу, то не сочти, что такое увлечение не грех, а только рассеянность, причиненная посторонними помыслами. Если такая рассеянность не грех, то и молитва твоя, совершаемая одним умом, не есть истинная молитва. Если же утверждаешь, что Бог приемнет молитву сердечную, совершаемую при молчании уст, то и повиновение злу, совершаемое одним сердцем, вменяется в грех человеку Богом. Я просил объяснить мне это. Он сказал, не обретающий помощи во время брани не может иметь и сердечного мира. Опять сказал, опасно учить ближнего преждевременно, чтобы самому не впасть в то, от чего предостерегается ближний учением. Впадающий в грех не может научать тому, как не впадать в него. Он говорил о причащении святых тайно. Горе мне! Горе мне! Не приставая увлекаться в общении с врагами Божиими, как могу иметь общение с Богом? Из этого следует, что я причащаюсь в суд и в обличении себе. Пред преподанием даров возглашаются слова святая святым. Это значит, приглашаются к святым тайнам святые человеки. Если я свят, то кто же эти, приводящие во мне грех в действие? Я спросил его, что есть страх Божий? Он отвечал, нет страха Божия в том, кто увлекается чем-либо неблагоугодным Богу. Опять спросил я его, кто раб Божий? Он отвечал, не признается рабом Божиим тот, кто работает с страстям. Он раб того, кто обладает им. Опять сказал, горе мне, горе мне. Я не позаботился стяжать чистоту и святыню, при которых получается милость Божия. Горе мне несчастному. Я не подвязался победить врагов моих, за что даруется царство со Христом. Раб неверный не осмелится приблизиться ко владыке своему. Горе мне, горе мне. Ношу на себе наименование по имени Твоему, Господь мой, а служу врагам Твоим. Увы, увы, услаждаюсь тем, чем гнушается царь мой, и потому он не исцеляет меня. Однажды посетил я Аву в то время, как он был болен. Я нашел его очень страждущим от болезни. Он заметил печаль мою, произведенную его тяжким недугом, и сказал мне, удручаемый такой болезнью, я едва привел себя к воспоминанию горького часа смерти. Это воспоминание было бы чужным для меня, если бы тело мое было здоровым. Собственно, плотское здоровье не приносит пользы. Ища поддержать себя единственно для себя, оно вступает в настроение враждебное Богу. Древо, поливаемое ежедневно, не высохнет, но принесет свойственный себе плод. Скорь по плоти служит пособием к сохранению заповедей Божиих. Подвижник должен поддерживать здоровье и силы тела настолько, чтобы тело сохраняло способность служить Богу. Чрезмерное развитие здоровья и дебилости в теле вводит его в тяжелое плоское состояние, возбуждает в нем скотоподобные движения и влечения неодолимой силе отнимает у него всю способность к ощущениям духовным. Тот, кто соделает свое тело легким посредством умеренного поста и бдения, доставит ему и самое прочное здоровье и соделает его способным принять в себя и сохранять в себе духовное движение, то есть действие Святого Духа. Опять сказал, человек нуждается в великом сердечном мужестве для хранения заповедей Божиих. Опять сказал, горе мне, горе мне, обвинители мои известны мне и неизвестные предстоят передо мною и не могу опровернуть обвинения их, увы, увы, имея таких обвинителей, как предстану Господу моему, как явлюсь в собрании святых его, когда враги не оставили ни одного члена моего неоскверненным. Я спросил его, что должен наблюдать безмолвник? Он отвечал, безмолвствующему необходимы следующие три делания, постоянное пребывание в страхе и недоверии к себе, непрестанное стремление к Богу молитвы с прошением помощи и помилования, неопустительная бдительность над сердцем. Опять сказал, безмолвник должен хранить себя отслыша никакого бы то ни было неполезного слова. В противном случае он погубит весь труд свой. Ава Исаия поведал о Аве Серапионе следующее. Некоторый старец спросил его, окажи любовь, скажи мне, каким видишь ты себя? Ава Серапиона отвечал, вижу себя подобным стоящему на сторожевой башне, осматривающему окружающую его местность и подающему знак рукой тем, которые приближаются к нему, чтобы они не подходили. На это сказали ему, сказал ему старец, спрашивавший его, а я как бы обнес вокруг себя твердую ограду с железными затворами, чтобы даже не услышать прихода того, кто придет ко мне и станет стучать, чтобы не узнать, кто он, откуда пришел, что ему надо, таким образом я не отворяю ему, и он уходит, сказал Аллава Исаия. Кто ищет Господа с болезнью сердечную, того молитвы Господь внимает и исполняет прошения его, если они приносятся в духовном разуме, если молящийся в сокрушении духа заботится о спасении своем, если не опутается ничем мерзким, если трудится в страхе Божием по силам своим, о том, чтобы представить душу свою, непорочную на суд Божий. Ава Исаия говорил «Люби более молчать, нежели говорить. От молчания ум сосредотачивается в себе, от многословия он впадает в рассеянность». Он говорил «Верный раб Христов, храни в тайне твое делание и заботься сердечной болезнью, чтобы не погубить и нызды подвига своего из-за человека угодия. Делающий что-либо напоказ человеком, лишается мзды своей, как сказал Господь». Он говорил «Убегай, тщеславие, исподобишься славы в будущем веке». Он говорил «Уничижение себя есть есть то место, в котором обретается спокойствие». Он говорил «Новоначальный монах, переходящий из монастыря в монастырь, подобен коню, который от узды мешится в разные стороны». Ава Исаия говорил о новоначальных монахах, предавших себя в послушании духовным отцам. Краска, в которой первоначально выкрашена багреница, ничем не изглаживается с багреницей. Это значит первоначальное направление, которое получится иноком при вступлении его в монастырь, остается в нем в большей или меньшей степени на всю жизнь». Еще говорил он о новоначальных. Вновь насажденное древо, если не будет поливать его тщательно, засыхает, то же делается и с новоначальными послушниками. Для них необходимо постоянное назидание по нравственному преданию церкви. Говорил он о новоначальных и следующие. «Ничто так не полезно новоначальным, как уничижение, что ежедневное поливание для вновь насажденного древа, то для новоначального уничижения». Уничижение в разных видах его очень употреблялось при воспитании монахов, когда старцы обиловали благодатными дарами, а новоначальные усердиями силой и произволения. При последствии уничижения вырабатывалось сердечное смирение, скоро возводившее делателя по степеням духовного преуспеяние к благодатному состоянию. духовное врачество это, сохраняя само по себе все достоинство свое, нуждается в наше время в особенном благоразумии при употреблении его. Благоразумие требует от современного старца, чтобы он, сматриваясь в собственное свое преуспеяние, не возлагал на ближнего таких бремен, каких сам не снес и не в силах понести. Жестокое уничижение в наше время может сокрушить новоначального, расстроить его навсегда. Оно заменяется не без успеха правильным, кротким обличением погрешности новоначального и тщательным назиданием его. Говорил Ава Исаия о новоначальных. Новоначальные монахи, предавшие себя в послушании отцам, подобным мягким ветвям, удобно сгибающимся в обруч. Он сказал, не тот разумен, кто говорит, но тот, кто знает время, когда должно говорить. В разуме молчи и в разуме говори. Прежде, нежели начнешь говорить, обсуди, что должно говорить. Говори одно нужное и должное. Не хвались своим разумом и не думай, что ты знаешь более других. Сущность монашеского жительства состоит в том, чтобы укорять себя и считать себя хуже всех. Он говорил, от пяти причин усиливается блудная брань. от празднословия, от тщеславия, от тщеславия, от многого сна, от любления красивой одежды, от присущения. Желающий устранить от себя брань, блуда, да храниться от упомянутых поводов к ней. Празнословие, да заменит молитва словием, тщеславие смирением Христовым, многие сонным гдением, красивой одеждой рубящим, объедением воздержанием от излишества в пище. Страсти держатся одна за другую, как звенья в цепи. Он говорил, если Бог хочет помиловать душу, а она упорствует и не повинуется, но поступает по своей поврежденной воле, то Бог попускает ей скорби, которых она не желала бы иметь, чтобы таким образом эта душа взыскала Бога. Он говорил, будем памятовать о том, который не имел где подклонить главу. Рассмотри это, человек, и не высокомудрствуй о себе. Рассмотри, кто он и чем соделался ради тебя. Владыка твой провел земную жизнь странником, не имея дома. Удивительное твое неизвеченное человеколюбие Господь наш. «Как смирил ты себя до такого уничижения ради меня? Если сотворивший все единым словом не имел где главу подклонить, то ты, несчастный человек, зачем предаешься попеченьям осуетным? Зачем ослепляешься несытостью безумною? Рассмотри это и избери для себя благое». Тот же Ава Исайя произнес и следующее учение. «Благоразумный богач хранит сокровища свои во внутренних отделениях дома, потому что сокровища, выставленные наружу, подвергаются хищничеству воров и наветуются сильными этого мира. Так и монах, смиренно мудрый и добродетельный, утаивает свои добродетели и не исполняет пожеланий падшего естества. Он нежечасно укоряет себя и занимается тайным поучением, последуя наставлению Священного Писания, которое говорит «Согрелось сердце мое, в поучении моем возгорелся огонь». О каком огне говорит он здесь? О Боге. Бог наш есть огонь поедающий. Огнем растопляется воск и сушается тина скверных нечистот. Так и сокровенным поучением истушаются скверные помыслы, истребляются страсти из души, просвещается ум, уясняется и утончивается мысль, изливается радость сердца. Тайное поучение уязвляет бесов, отгоняет злые помыслы, им оживляется внутренний человек. Вооружающегося тайным поучением укрепляет Бог. Ангелы преподают ему силу, человеки прославляют его. Тайное поучение и чтение соделывает душу домом отовсюду затворенным и заключенным, столпом неподвижным, пристанищем тихим и безмятежным. Оно спасает душу, доставляя ей состояние непоколебимости. очи ему очень смущаются и молвят бесы, как инок вооружает себя тайным поучением, которое заключается в молитве Иисусовой и произносится так, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня. Чтение воединения содействует преуспеяние в поучении. Тайное поучение есть зеркало для ума, светильник для совести. Тайное поучение иссушает блуд, укращает ярость, отгоняет гнев, отъемлет печаль, удаляет дерзость, уничтожает уныние. Тайное поучение просвещает ум, отгоняет леность. От тайного поучения рождается умиление, вселяется в тебя страх Божий, оно приносит слезы, тайным поучением доставляется монаху смиренно мудрие, нелестное, бдение благоумиленное, молитва несмущенная. Тайное поучение есть сокровище молитвенное. Тайное поучение наставляет долготерпению, воздержанию, оно причастнику своему возвещает о гиенне. Тайное поучение соблюдает ум немечтательным и приносит ему размышления, о смерти. Тайное поучение исполнено всех благих дел, украшено всякую добродетелью, всякого скверного дела, непричастно и чуждо. Пункт 100. Поведал Авва Елисей, ученик Авва Исаии, в юности моей случилась мне болезнь, от которой я находился при смерти. Отец мой, прилагая особенное старание о моем извлечении, ежедневно приглашал ко мне врачей. Врачи, потрудившись много, не успели ничего и наконец сказали отцу моему, юноша умрет прежде истечения трех дней. Отец мой, услышав это, был поражен скорбью. Обливаясь слезами, он поспешил в церковь святого евангелиста Марка и нашел там, как после сказывал, престарелого монаха. Увидев отца моего печально, монах сказал ему, что с тобой, господин Прокопий? О чем скорбишь? Отвечал отец мой, тот, кто открыл тебе мое имя, откроет и причину печали моей. Старец сказал, пойдем в дом твой. Старец, пришедший в дом наш, посетил меня и сказал отцу моему, приведи супругу твою. Мать моя была христолюбива и монаха любила. Отец же мой ненавидел монахов. Старец сказал ему, Бог ищет от тебя исполнение трех заповедей, если сохранишь их, то он дарует жизнь сыну твоему. Отец мой сказал, свидетельствуй святым евангелистом Марком исполнить то, что ты мне заповедуешь. Старец сказал, вот пятнадцать уже лет, как ты прелюбодействуешь и блудодействуешь, скверня ложе жены твоей. За это Бог посек преждевременной смерти пятерых детей твоих. Второе, этого юношу не соседавая браком, но предоставь ему вступить в монашество. Третье, стареанами и феодосианами не будь более в общении. Отец мой сказал ему, сохранил слова твои во все дни моей жизни. Старец молился, и я выздоровел на третий день. После этого я прожил у отца моего три года. По истечении их отец мой обручил меня с племянницей жены егемона. Когда отец приготовлял все нужное к браку, лютый бес привязался к обрученной мне от раковицы и начал мучить ее немилостиво. Родители ее и мой отец в приводили ее везде и всюду по церквам, подавая милостыню. Даже приводили к волхвам и чародеям, но нисколько не успели. Девица пришла в худшее состояние. С общего согласия и совета они приводят ее к отцу Макарию. Здесь разумеется не Макарий великий основатель скита, живший в четвертом веке, а другой того же имени, позднейший настоятель скита, живший в пятом и шестом столетиях. Под руководством этого Макария подвязалась к киту в одеянии мужском под именем Дорофея преподобная Аполлинария, оставившая Константинополь при императоре Феодосии младшем, чуть именее января пятого дня. Вероятно, этот Макарий беседовал о дерзости с Савой и Агафоном современником Пимена Великого, но Пимен был старше Агафона, как это видно из жития Пимена. Туда пошел и я с ней, и отец мой, старец взяв Елей сотворив молитву над ним, повелел матери девице о мытье и потом помазать Елеем от главы до ног. Когда она была помазана, то бес начал взывать горе, горе. Вышедший из-за траковицы он напал на меня и всем крат сильнее мучил меня. Так я провел тридцать дней жестоко мучим и бесом. И вот приходит тот старец, который прежде разговаривал с отцом моим и исцелил меня от болезни. А отец увидев его убежал от него. Старец взяв меня привел в свою келью, припроводив всю ночь в молитве и коленопреклонениях. Он отгнал беса от меня, потом остриг волосы главы лег меня в монашеский образ и вручил Аве Исаии. Аве Исаии имела другого ученика по имени Петр. Прожил я у Авы девять месяцев. Отец мой, услышав о случившемся со мной, послал ко мне четырех слуг с восемью верблюдами, обремененными всякого рода съестными припасами и овощами. Послал и письмо. Взяв письмо и прочитав его, я заплакал. Отец Исаии, увидев письмо в руках моих, отнял его из рук моих и изорвал. Когда же я вознегодовал за это, старец начал меня укорять в присутствии слуг отца моего. С этого часа объял меня без ненависти. Я не мог видеть старца, не слышать голоса его. Я смотрел на него, как на скомороха. Слава казались мне стрелами, мечом обоюдоострым. Стоя с ним на молитвах и бдениях, я проклинал его. От великой ненависти и омерзения, которое получил я к нему, несколько раз вставал мощью, чтобы убить его, но останавливался, опасаясь жившего с нами другого ученика Петра. Старец не приставал наставлять меня, иногда увещевая, иногда же и угрожая. Когда я шел причаститься святых тайн, то он мне возбранял и отгонял сукаризнами, так же отлучал от трапезы, говоря, не дам тебе пищи, пока не скажешь, согрешил я, прости меня. Но я делал все напротив, крал и ел тайно. Когда Старец стоял на молитве, я сидел. Когда он упражнялся в бдениях, я спал. Когда он плакал, я смеялся. Столько я был послушлив бесу. Бес начал мне показывать неподобное мечтание на Старце в сновидениях. Я несчастный верил этим мечтаниям, а потом начал часто наяву видеть то, что прежде представлялось мне во сне. Таким образом, вкралась в меня доверенность к скверным и нечистым помыслам на Старце, истекавшим из сердца моего, и смущавшим меня, и я стал соглашаться с ними. Бесы смущали меня внутренне помыслами, а извне возбуждали меня являвшимися мне привидениями на ярость, гнев и огорчение. Бес гордости, или лучше сказать, погибели, соделался моим учителем. Чему он научал меня тайно и сокровенно, то начал я произносить пред всеми. Сиди говорил я себе в горести, кто этот льстец или сын низкого происхождения? Я, будучи такого города и такого рода, сын благородных родителей, кипящих богатством, имеющих столько разного скота, садялся учеником или в сущности рабом, пристаю ему как слуга, подаю воду на руки, приготовляю трапезу, ношу воду, собираю дрова, работаю ему как раб. Он бы должен мне работать и повиноваться, а не я ему. Сколько неприятностей, огорчений, скорби и печали, укорил мне бед, я потерпел от него. Сколько он принуждал меня алкать, жаждать, бдеть и лежать на голой земле. Сколько он меня уничижал, сколько сделал мне зла. Когда бес внушал мне это, я более и более предавался гневу, почитая себя обиженным, пострадавшим много. помысл говорил мне, уйди от проклятого и пребывай наедине в келье, подобно всем отцам, он не монах и не христианин. От таких помышлений я начал снова видеть сны о старце, будто он играет женщиной и скачет перед кумирами. Верившись с нам, я утвердился в мысли, что старец враг божий и друг бесом. Вдалет скита расстоянием как бы в девяти стадиях было еленское капище, среди которого стоял мраморный кумир. Старец имел обычай каждую субботу выходить из кита и сидя в капище предаваться плачу. Были там и гробы язычников. И показывалось мне во сне не однажды, но несколько раз, что старец приносит жертву и поклоняется идолам, а я почитал сны эти истинами. Однажды в час, в который старец обыкновенно уходил в капище, предупредив его, я вышел из скелия и спрятался внутри капища в кустарнике. Вижу идет старец, впереди его женщина. Женщина вошла, вижу она молится и поклоняется идолу. Когда она окончила молитву, вижу старец пришел, поклоняется идолу, целует жену и впадает с нею в любодеяние. Потом старец возвратился в скит, а жена в лук. Это видел я семь раз ясно и твердо уверившись в этом начал садиться в никелии и говорить братьям, приходившим к старцу в пользу ради. Братья, этот старец блудник и идолослужитель. Вы прещаетесь приходя к нему. Таким образом я говорил инокам, приходившим к старцу в течение четырех месяцев. Насколько я не старался возбранить им приходить к старцу, они, руководимые благодатью Божией, продолжали ходить к нему. Видя это, я, несчастный, сокрушался и, воздевая руки на небо, восклицал «Господи, даруй мне терпение!» я несчастный и страстный думал, что терплю за правду и, как делающий добродетель, говорил, воздыхая «Слава тебе, Боже!» «От какой чести, в какое пришел я без чести, и чем сделался?» и плакал. Старец, видя меня в таком положении, говорил «Чадо доброе!» «Очисти твое сердце, смири твои помышления, возлюби смирение Христово!» «Гнушайся гордости и внимай себе!» Когда он говорил это, я гневался, огорчался и смущался. Слова его казались мне разженными стрелами, снедающими меня. Когда сидел я с ним за трапезою, то пища казалась мне смрадом, и я гнушался до того, что ни одна же, ни два же, и много раз отвергал ее. Помысл внутренно не переставал смущать меня, говоря, «Уйди из келья старца, а если можно из кита? Смотря на этого старца невозможешь спастись!» Я говорил сам себе, «За что терплю такие страдания? В мире я не впал ни в блуд, ни в крыльбодеяние, ни в воровство, ни в убийство!» Помысл или правильный бес говорил мне, «Ты страдаешь по справедливости, ты оскорбил отца, матерь, сродников и друзей, оставил святых отцов, пришел иночистовать к этому обманщику, порочной нравственности, немилосердному и дерзкому. Бес свнушал мне это и находил меня готов к принятию скверных и злых помыслов. Будучи погребен во тьме, я думал, что хожу во свете. Будучи сатаною, почитал себя монахом, и вместо того, чтобы охуждать и осуждать себя, осуждал раба Божия. Когда я находился в такой буре от смущения помыслов, отец мой известил меня письмом, что мать моя умирает. Приди, писал он, увидится с ней прежде, нежели она умрет. Прочитав письмо, я сказал отцу Петру, я ухожу, мне необходимо повидаться с моей матерью. Брат пошел и сказал об этом старцу. Старец, пришедший ко мне, начал говорить. Чадо доброе, пребывай здесь с терпением ради Бога, остави пристрастие к отцу и матери, мы имеем в Боге отца и матерь. Промысл его устроит и нам, и родителям твоим полезное. Если же ты прислушаешь меня и пойдешь, то родителям не принесешь никакой пользы, а себя повредишь. Впоследствии будешь очень раскаиваться в твоем поступке, но поздно. Впрочем, отступление твое накажет тебя. Услышав это от старца, я по действиям бесовскому, воспоминившись гневом, отвечал ему, обманщик, идолослужитель, блудник и прелюбодей, хочешь ли сделать меня подобным тебе идолослужителем и блудником. Старец отвечал на это, благодать Божия в устах твоих чада. Я продолжал кричать, обманщик, идолослужитель, так что многие из отцов стеклись на голос мой, все старцы меня укоряли и проклинали. Я наущаемый бесом схватил мою одежду, разодрал ее во гневе сверху до низа и бросив лицо старцу вышел ногой из келии. Вошедший в келью одного из старцев украл у него праздничные одежды и отправился в Александрию. Я нашел матерь свою уже умершую отца больным. По истечении трех дней скончался и отец мой. В то время как я заботился о оставшемся богатом наследстве и раскаялся в том, что принял монашество настал вечер. Я лег на постель помышляя о ските и об отце Исаии со стенанием говорил «Слава тебе, Христе Боже мой! Ты избав меня от обманщика лживого старца!» Едва я произнес эти слова, как услышал голос, подобный грому. Голос проговорил «Пагубо и всегубительство дому Прокопиеву!» Тотчас поднялся ветер и дом загорелся с четырех углов. Я вскочил смущение и едва успел со всеми бывшими в доме выбежать из него. Огонь со всех сторон обхватил его. Стеклись жители Александрии, но не могли подать никакой помощи. Пламя пожирало и самые камни. Я стоял посрамленно и стыдился, помышляя о случившемся. От великой печали и уныния пошел в церковь святого Мины и повергся на помост церковный. Опять бес, приняв подобие мученика, сказал мне, «Знай, что виною всего случившегося с тобой отец Исаия». Пришедший в себя я сказал, «Точно! Этот обманщик чародея и послал бесов попалить дом мой!» Утром встав, пошел я к патриарху и сказал, «Владыка, отомсти за меня и долослужителю отцу Исаии, он своим волхованием сжег мой дом и все, что было в доме». Патриарх сказал мне, «Да не имеет устал живое глаголище на праведно беззаконие». Когда патриарх произносит эти слова, я увидел Мурина, который стал бить меня огненным жезлом и облег меня в железную броню. Я упал к ногам патриарха, неистоваясь. Тогда патриарх простер ко мне руку, и узы языка моего разрешились. Но семь месяцев провел я мучимый лютым велиаром и представляя собой для всех зрелище достойное сожаление. Нужно было связывать меня железными цепями. Я бил себя и всех меня окружавших, ел извержения человеческие. Христолюбивые люди, сожалея обо мне, одевали меня, потому что я скитался ногой, терзал плоть мою и одежду, мучая себя и толкая встречающихся. От недостатков пищи, от грязи и нечистоты, в которых я лежал и валялся, тело мое покрылось с трупами подобно чешуе. Христолюбцы города Александрии, увидев некоторых отцов скитских, привели их ко мне, но отцы, видя меня, не узнавали. Тогда христолюбцы сказали, это сын Прокопия, принявший монашество Ауа Исаии. Отцы сказали, окажите любовь, доставьте его в скит. Христолюбцы приискали проводника сверблюдом, дали ему золотую монету и, связав мне, руки и ноги отправили в скит. Скитские отцы собрались в великую церковь, совершили всеночное обдение, молились о мне и, помазав все тело моем, отгнали от меня беса. Однако раны из трупа продолжали мучить меня. Тогда я, недостойный и грешный, рассказал им подробно все случившееся со мною. Всем поведал бедствие мое и умолял, чтобы явили мне милость, умолили старца принять меня на покаяние и не допустить ко мне нового искушения от беса. Старцы пошли, и привели отца Петра, другого ученика Исаия, бывшего со мною. Он, увидев меня лежащего и тело мое согнившее от раны с трупов, осыжилая преклонить старца к милости и сожалению, сняли с меня одежду, в которой я был, и ногово положили на рогожа. Повергся на меня и не было конца слезам его. Я лежал в трепете, не смея взглянуть на него. Поплакав довольный, отец Петр встал, взял некоторых из отцов, пошел и привел отца Исаию. Когда я увидел старца идущего ко мне, то воззвал раб Божий, помилуй меня прерщенного бесом, не оставь меня в совершенную радость и веселье и душегубительному врагу. Довольный и наказан, мучен был по справедливости. Старец, плакав довольный, сказал мне чадо, познал ли, что падение бывает наказанием для гордых. Я сказал, познал отец мой, познал из того, что случилось со мной и научился из того, чему подвергся. Я уверил, что Господь правосудно воздает каждому по делам его. Старец, знаменав меня крестным знаменем, сказал, Бог, садитель всякой твари, да простит мимошедшее и да исправит будущее. Положили меня на одры, отнесли в келью. Через несколько дней я исцелел благодатью Христова и молитвами старца. Испомнились на мне слова пророка, бороздами и уздою челюсти их востегнеши неприближающихся к тебе. Псалом 31, 3, 10. И опять многие раны грешному, отцы скита, видя, что все случившееся со мной достойно быть написанным, призвали пионе искусного краснописца и приказали мне с точности и подробностью рассказать ему все. Краснописец, написав повесть, поместил в первой книге, в которой помещены статьи о мечтаниях и искушениях бесовских. После этого я уже пребывал с отцом моим Исаием, во всем повинуюсь ему. Братья, безмолвствуйте каждый в келье своей со страхом Божиим, трудитесь в рукоделии вашем и не неродите о поучении и о частой молитве. Храните сердце от чуждых помыслов и не увлекайтесь в размышлениях о каком-либо человеке или о каком-либо предмете века сего. Не пристанно исследуйте, в чем притыкаетесь и старайтесь справиться. Моля Бога, с болезненем сердца, со слезами в умерщвлении плоти, чтобы он простил вам соделанные грехи и на будущее время сохранил от повторения их. Ежедневно имейте смерть перед очами, да объемлет вас непрестанно попечение о том, каким образом вы будете разлучаться с телом, каким образом вы сможете пройти через область властей тьмы, которые встретят вас на воздухе, как предстать вам перед Богом благополучно. Предуготовляйтесь к страшному дню ответа на суде Божием, как бы уже в виде его. Тогда получат воздаяние свое все дела, слова и помышления. Помышления каждого из вас все оба надо и объявлено передачимо того, кому должны мы представить отчет в земной жизни нашей. В трапезии и в собрании с церковным ничего не говорите иначе, как по требованию совершенной необходимости. Без такой же необходимости не входите в келью друг к другу и не дозволяйте себе безвременных свиданий. Не любопытствуя терейных занятиях твоего брата и не желая знать, кто более трудится, он или ты. Выходя на общее послушание, не празднословьте и не допустите себе свободного обращения между собою. Каждый в страхе Божьем довнимает себе, делу своему и поучению в тайне души. Когда окончится церковное богослужение или трапеза, не остановитесь посидеть вместе и поговорить, даже о предметах божественных. Каждый доспешит в келью свою и там доплакивает грехи свои. Когда потребует нужда говорить одному с другим, поговорите со смирением и благоговением, как подобает в присутствии Бога, неприсанно соприсутствующего нам, поговорите, сокращая беседу, насколько то можно. Не спорьте друг с другом, ни по какому поводу, не говорите худо ни о ком, не судите ни о ком, не осуждайте, и не уничижайте никого ни словом, ни в сердце, отнюдь не ропщите ни на кого, не подозревайте никого в каком либо зле. Ложь, да, не исходит из уст ваших. Не позвольте себе ни слышать, ни говорить о чем либо не полезном для душ ваших. Не допустите прибыть в сердце вашем злобе на ближнего, ненависти и зависти к нему. Да не будет одно на устах ваших, а другое в сердце. Бог поругаем не бывает. Одинаково видит Он и тайное, и явное. Никакого помысла вашего, никакой скорби, никакого пожелания, никакого подозрения на ближнего, производящих вас смущений, не скрывайте. Исповедуйте их со всей искренностью Авве вашему, и что вы услышите от него, старайтесь принимать с верою. Умоляю вас, братья, изучайте ту цель, с которой вы оставили мир, и заботьтесь о спасении вашем, чтобы отречение ваше не осталось бесплодным, чтобы вам не посрамиться перед Богом и перед святыми его, отрехшимися ради его от мира и подвязавшимися истинно. Неумеренное упокоение себя, допущение себе излишеств и тщеславия погубляет весь труд монаха. Если путешествуешь с братьями, то иди несколько отдали от них, чтобы сохранить молчание. По дороге не оглядывайся туда и сюда, но займи ум твой поучением и молись Богу в сердце твоем. Куда бы ты ни пришел, не позволь себе свободного обращения, наблюдай скромность во всех отношениях. На ночлеге прежде нежели ляжешь спать, злей к Богу многие молитвы. Сидя за трапезой, вспоминай грехи твои, этим охранишься от усложнения пищи при употреблении ее, простирая руку только к тому, что предложено перед тобою, а к тому, что предложено перед другим, не простирая руки твоей. Не отверзай уст твоих для смеха, это признак рассеянной нерадивой души, чуждой страха Божия. Увидев у ближнего одежду или пояс, или клобук, или какую другую вещь, не допусти себе пожелать чего-либо из этого, не исполни пожелания твоего, устраивая себе подобные вещи, приобретя книгу, не украси ее изящным переплетом, потому что и в этом заключается удовлетворение сердечному пристрастию. Если тебе дано рукоделие, то не занимайся им снебрежением, позабося совершить его со страхом Божиим и не погрешить по неведению. Обучаясь рукоделию, советуйся постоянно с обучающим тебя. Не стыдись часто спрашивать его, говоря, окажи любовь, посмотри, хорошо ли я делаю или нет. По возвращении твоему в монастырь из отлучки не рассказывай никому, что ты видел и слышал вне монастыря и сам не удерживай этого в памяти. Если будешь хранить слух, то не согрешишь языком. Ежедневно утром встав от сна, прежде нежели приняться за рукоделие, займись молитвой и Словом Божиим. Тот велик, кто оказывает послушание брату своему. Если во время странствования твоего ты будешь принят кем-либо в дом и принявший отлучиться, оставив тебя одного, то не подними отчей твоей, чтобы осмотреть принадлежности дома. Не позволь себе отворить окна или какого ящика или книги. Когда принявший тебя будет выходить, то попроси его, чтобы он на время отсутствия его дал тебе небольшое дело и исполни это дело с усердием. Хвали только то, в достоинстве чего-то удостоверился собственными глазами. О том, о чем только слышал, не говори, как бы о виденном тобою. Не окажи презрения к кому-либо по причине его телесного недостатка. Став для совершения твоего келейного молитвенного правила, не твори дело Божие с небрежением, чтобы вместо благоугождения Богу не прогневать Бога. Стой на молитве со страхом Божиим, не восклоняйся на стену и не переставляй ног, стоя на одной и облегчая другую, как делает это невеже. Удерживай сердце твое, чтобы оно не скиталось по предметам пристрастия твоего, и Бог примет жертву твою. В час приношения бескровной жертвы обуздывай помышления и чувства твои, с той страхи Божиим, чтобы причаститься святых тайн достойно и получить исцеление от Господа. Оставляй тело твое в небрежении, остерегись, чтобы по поводу этого не вкралось в тебя тщеславие. Юноше полезно не бречь вполне о благообразии тела. Юный отнюдь не должен носить хорошие одежды, доколе не достигнет возраст мужа. Это служит врачеством от блудной страсти. Никогда не позволь себе смеха до обнажения зубов. Лицо твое облеченное стыдливостью да будет постоянно опущено к земле. Ложась спать, будь опоясан поясом твоим и приучи руки к тому, чтобы они не прикасались к ноготе тела. Тело совмещает в себе многие греховные ощущения и сообщает их сердцу. Когда идешь, держи руки сложенными у пояса, не размахивай ими по обычаю мирян. Идя в город или селение, держи глаза опущенными вниз, чтобы не получить через них повода к душевному смущению и по возвращению твоим в келью. Странствуя, не ночуй в таком доме, в котором сердце твое ощущает опасность подвернуться грехопадению.